О работе ведомства, которое обеспечивает нам всем безопасность, мы говорим сегодня с исполняющим обязанности министра гражданской обороны чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Ярославом Городецким. Ярослав Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте начнем вот с чего. Каким был 2019 год? Спокойным или наоборот беспокойным? Какими чрезвычайными событиями он был отмечен? Ну, однозначно трудно ответить на этот вопрос, потому что, конечно, было зарегистрировано 18 чрезвычайных ситуаций, в основном техногенного характера. Одно могу сказать, что не было, слава Богу, крупномасштабных региональных чрезвычайных ситуаций. Какие были? Давайте их обозначим. Ну, из наиболее сложных, это, конечно, потопление в Мостовском районе в мае прошлого года. Это ландшафтный пожар, который перешел на строение в сентябре в Темирюкском районе. И это лесные пожары ноября. Это те чрезвычайные ситуации, которые, к сожалению, нанесли и многомиллионный ущерб, и потребовали привлечения максимального количества сил и средств. Как справились с ситуациями? Справились... В целом справились удовлетворительно. Вот, пожары, о которых я уже сказал, лесные, поначалу, надо признаться, были несколько упущены, время было упущено. Поэтому плюс погодные условия, сильный ветер, вот, непривычная для этого времени сухая погода привели к тому, что были охвачены достаточно большие площади леса. Вот, но тем не менее, с привлечением, естественно, сил и средств лесопожарного центра, с привлечением Кубань-Спаса, Краевой противопожарной службы, авиации МЧС России, проблема была решена. Ну, коли же мы затронули погодные условия, все-таки в силу географических особенностей погодные условия на Кубани обеспечивают работу служба спасения в постоянном режиме, то есть и летом, и зимой, да? Расскажите, пожалуйста, о работе ведомства в разные периоды времени, и есть ли у вас вообще периоды затишья? Ну, периоды затишья, к сожалению, это редкость. Как любит шутить наш первый вице-губернатор Андрей Анатольевич, за удовольствие жить в Краснодарском крае приходится расплачиваться. К сожалению, географическое положение и климат, он не дает нам спокойно функционировать ни в какое время года, потому что летом, как я уже сказал, это ландшафтные пожары, весной, осенью это подтопление территорий. У нас 29 муниципальных районов, наиболее подверженных подтоплению. Зимой это, во-первых, сильный северо-восточный ветер в районе Новороссийска, который бывает практически ежегодно, бывает по несколько раз до ураганных значений. Плюс, как это ни странно звучит для нас, при выпадении снега, это снежные наносы. Помните, 30 ноября 2018 года, когда в районе Армавира создалась ситуация, когда только спасатели Кубань-Спаса на снегоходах эвакуировали из автомобильной пробки порядка тысячи человек, из них 100 детей, пункты обогрева, потому что ничем другим добраться туда было невозможно. Поэтому периоды у затишья, к сожалению, не бывают. Какова обстановка с пожарами в крае? Какова частая причина их возникновения? И как с этими бедствиями справляется ведомство? Что касается ландшафтных пожаров, как я уже сказал, это в основном летний период по причине нарушения правил пожарной безопасности. Но основное количество пожаров, которые проводят гибели людей, происходит у нас в осенне-зимний период. Это 80% всех пожаров, в которых гибнут люди, это жилой сектор. Причина здесь, к сожалению, нарушение правил пожарной безопасности при пользовании печами, при эксплуатации газового оборудования. Зачастую это курение в нетрезвом состоянии. Это те случаи, которые... Ну и, конечно, к сожалению, игры детей с огнем. Это те случаи, которые приводят к максимальной гибели людей. У нас за прошлый год в крае зафиксировано свыше 12 тысяч пожаров. Спасено на пожарах порядка полутора тысяч человек пожарным подразделениям, как федеральная противопожарная служба, так и краевая противопожарная служба. В целях профилактики пожаров, конечно, проводится соответствующая работа с населением и силами пожарных инспекторов, федеральной противопожарной службы, и силами нашего учебно-методического центра ГОЧС, в котором издаются соответствующие памятки, брошюры, листовки, в которых, как мы говорим, мы преследуем цель максимально поднять культуру жизнедеятельности, культуру безопасности жизнедеятельности населения, так скажем. Тем не менее, за прошлый год у нас 234 человека, погибших на пожаре. Эта цифра ниже прошлого года, причем у нас на значительную, к счастью, уменьшилась гибель детей на пожарах за прошлый год. Но, тем не менее, такие факты имеют место. Ну, то есть эффект от разъяснительной работы все-таки наблюдается? Эффект есть, плюс наши спасатели Кубань-Спаса и сотрудники краево-противопожарной службы. По уже установленной традиции мы проводим, соответствующие, занятия в школах с детишками, с демонстрацией и нашего оборудования спасательного, и попутно рассказываем детишкам, как правильно вести себя, и как, в частности, не стать жертвой пожара в том числе. Эта работа ведется по всем школам края или где-то избранные какие-то районы? Нет, нет, мы стараемся побывать во всех школах. Министерство образования с удовольствием идет навстречу, и эта работа проводится на постоянной основе. Я знаю, что в ведении вашего ведомства также контроль за эксплуатацией аттракционов. В каком состоянии находится сейчас техника для развлечений? Случается ли выявлять какие-то нарушения, и какого они характера, как правило? У нас в крае зарегистрировано больше трех тысяч аттракционов. Структурное подразделение министерства, созданное в целях контроля и назора за аттракционной техникой, работает практически круглогодично. Естественно, основная работа – это подготовка к летнему периоду, летний период, и города Черноморского побережья, где у нас наибольшее количество аттракционов. Скажем так, регистрация аттракционов ведется органами местного самоуправления. Мы следим за тем, чтобы аттракционы, которые применяются, прошли техническое свидетельствование, и, соответственно, были зарегистрированы по месту их нахождения. Кстати, в этом году уже эти полномочия мы передаем Министерству сельского хозяйства в соответствии с новыми нормативно-правимы актами федеральными. Почему им? Потому что с этого года полномочия по надзору за аттракционами возложены на технадзор. Технадзор – это служба Минсельхозы. Вот оно как. Интересно. То есть вас из этой цепочки, получается, убирают? Или вы все равно продолжаете контролировать их? На сегодняшний день пока. Но уже с 7 апреля этого года регистрацию начинает осуществлять Министерство сельского хозяйства. То структурное подразделение, которое будет этим заниматься. Но пока вы их курировали, какие-то нарушения выявлялись? За 2019 год нашими инспекторами выявлено порядка 3700 нарушений. Наложено административных штрафов на виновных более 780 тысяч рублей. А в целом я хочу сказать, что с 2015 года, с момента начала работы нашего подразделения по надзору за аттракционной техникой, количество несчастных случаев на аттракционах снизилось в 5 раз. Как у нас в крае выстроена работа системы оповещения? На территории края имеется свыше 1600 оконечных устройств системы оповещения. Запуск ее может производиться как нами с края, так и местными едиными дежурно-диспетчерскими службами по распоряжению глав муниципальных образований. Здесь мы стараемся проводить работу среди населения, чтобы каждый знал, что звучание сирены – это сигнал внимания всех. Это может быть как экстренное предупреждение о ухудшении погодных условий, возникновении возможных ЧАЭС, так и техническая проверка системы оповещения. И мы стараемся довести до каждого жителя, что, услышав сигнал сирены, необходимо включить один из десяти общедоступных каналов первого мультиплекса и прослушать то сообщение, которое будет передано после звучания сирены. А дальше действовать в соответствии с инструкциями. Там будет сказано, объявлено либо об ожидаемой угрозе чрезвычайной ситуации, либо будет объявлена о технической проверке системы. Какая вообще ведется информационная, разъяснительная работа с населением в крае МОС? Как я уже упоминал, функционирует учебно-метрический центр по ГООЧС, в рамках деятельности которого издаются соответствующие печатные издания, распространяются листовки, брошюры по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Есть у нас серия памяток, разработанных специально для детей, для самых маленьких в таком мультипликационном исполнении. Плюс, учитывая, что сегодняшние дети значительное время проводят в смартфонах, в гаджетах, учебно-метрический центр разработал мобильное приложение «Безопасность – это важно», в которое можно войти и в любой чрезвычайной ситуации, угрозе чрезвычайной ситуации, в затруднительном положении найти ответ, как нужно поступить в этой ситуации. То есть там какие-то памятки содержатся в этом приложении? Да, да, да. Это для Android или для всех платформ? Для Android. Ну, мы дальше продолжаем работать над этим приложением, оно будет иметь свое развитие. Но какие-то отклики уже есть, она оказалась удобной для пользователя? Да, да, да. Есть отклики, они, как правило, положительные. Если говорить о техническом оснащении служб спасения, на каком оно уровне сейчас? Всего ли достаточное? Мы стараемся соответствовать, во-первых, тем рискам, которые существуют в Краснодарском крае, и тому уровню технического оснащения спасательных подразделений, которые в настоящее время существуют в Российской Федерации. Наши службы, как Кубань-Спас, так и Краевая противопожарная служба оснащены современными пожарными автомобилями, оснащены современными аварийно-спасательными автомобилями. Плюс у нас свыше 140 плавсредств, поскольку каждое из наших подразделений может применяться для оказания помощи людям на воде. Ну, а также это современные системы связи, оповещения. И в последние годы мы прообрели в целях мониторинга ситуации воздушные беспилотные аппараты, как квадрокоптеры, так и беспилотные летательные аппараты. На Кубани была принята государственная программа Краснодарского края обеспечения безопасности населения. Расскажите, пожалуйста, какие цели и задачи этой программы и как она реализуется в крае? Да, действительно, программа обеспечения безопасности населения, в которой мы являемся координаторами, она содержит 8 подпрограмм. Это одна из самых больших программ в Краснодарском крае. На ее реализацию в год предусмотрено свыше 3 миллиардов рублей. Расскажу, например, про подпрограмму пожарной безопасности в Краснодарском крае. В рамках этой подпрограммы оказывается помощь органам исполнительной власти в части приведения подведомственных объектов, в частности, здравоохранения, образования в безопасное противопожарное состояние. Плюс в рамках этой же подпрограммы содержится краевая противопожарная служба Краснодарского края. В рамках программы мероприятий по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций оказываются субсидии, или, как мы сейчас правильно называем, иные межбюджетные трансферты муниципальным образованием на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в произошедших муниципальных образованиях. Есть программа противодействия коррупции в Краснодарском крае, она в рамках этой же программы существует. Есть подпрограмма повышения безопасности дорожного движения в Краснодарском крае. В рамках этой подпрограммы, кстати, выделяются средства на оборудование в школах классов безопасности дорожного движения, в которых дети обучаются элементарным правилам поведения на дорогах. В рамках подпрограммы системно-комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края финансируются мероприятия по развитию сети мониторинга паводковой ситуации. Это сеть автоматических гидрологических комплексов, у нас их 189, установленных на реках края, которые дают нам возможность в режиме онлайн отслеживать повышение уровня воды в реках до неблагоприятных, до опасных явлений, что дает нам возможность своевременно реагировать в плане эвакуации населения при возникновении реальной угрозы затопления. Плюс в рамках этой программы нами установлено 38 осадкомерных комплексов в местах наибольшего сбора осадков, что дает нам возможность упредить примерно за 3-4 часа спрогнозировать подъем уровня рек в селительных зонах. И таким образом дает дополнительное время на реагирование. Ну вот, кстати, как сработали в прошлом году с затоплением? Нет, как правило, во-первых, территориальный центр мониторинга и прогнозирования, одно из подъемных учреждений министерства, достаточно качественно готовят прогнозы. У нас вероятность прогнозов достигает 95,5%, что считается весьма высоким уровнем. Плюс вот эта система мониторинга паводковой ситуации дает нам возможность в режиме онлайн видеть угрозу, реальную угрозу, и своевременно реагировать, как я уже сказал, в рамках эвакуации населения. В Крае принят закон о государственном обязательном личном страховании работников противопожарных служб. Что этот закон трактует? Да, действительно, до прошлого года у нас краевые пожарные, в отличие от федералов, не были застрахованы на случай смерти или причинения травм при исполнении служебных обязанностей. Такой закон действительно принят. При наступлении страхового случая семья пожарного получает миллион рублей. Также в зависимости от степени травмы, полученной при исполнении служебных обязанностей, закон также предусматривает соответствующие выплаты. Ну и последний вопрос. Какие мероприятия проводит ваше ведомство? Возможно, какие-то публичные с населением, пресс-конференции, брифинги, круглые столы. Расскажите об этом. В целях пропаганды, информированного населения Краснодарского края в области предупреждения и защиты от членов ситуации, министерством систематически проводятся брифинги, пресс-конференции, тематически издаются аудио-видеоролики практически на почти ежедневно. Наши ролики идут по Кубань-24. Коротенькие, разъясняющие правила поведения при чрезчайных ситуациях, угрозе чрезчайных ситуаций. Коротенькие аудиозаписи систематически транслируются по радио по действиям в чрезчайных ситуациях, как действуют, как мы уже говорили, при звучании сирены. Ну и, конечно, особое внимание уделяется пропаганде безопасности жизнедеятельности среди детей. Понятно. В состав вашего ведомства входит служба Кубань-Спас. Расскажите, пожалуйста, о ней. Служба Кубань-Спас создана в 2002 году. Начиналась она с четырех отрядов количеством 96 человек. Сейчас она включает 21 отряд общей численностью 899 человек. Охватывает всю территорию края. И на сегодняшний день, не побоюсь сказать, является самой профессиональной службой спасательной. В Российской Федерации из служб субъектов. У нас большое количество спасателей имеют... У нас даже есть 4 международника. Это имеются спасатели международного класса. 102 спасателя первого класса. 209 спасателей второго класса. Это вот то, что я называю, это профессионалы высочайшего уровня. Практически на всех соревнованиях, как российского масштаба, так и международных, наши ребята берут первые места. Ну и ни одна чрезвычайная ситуация в крае не обходится, сколь-либо серьезно, не обходится без наших спасателей. Эффективность мы, конечно, доказали многократно. За годы существования этой службы спасено более 24 тысяч человек на территории Краснодарского края. Ну что ж, спасибо вам за беседу. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова